Валейкум. Вместо того, чтобы не ставить лайки и не подписываться на твой канал и скрывать то, что смотрят тебя, не будет лучше делать в точности наоборот. Одного, двух, сто посадят, но смогут ли они посадить и мучить тысячи, а то и сотни тысяч. Как раз на этой ноте я озвучу одну из тем, о которой я собирался сегодня вам рассказать. Новая газета опубликовала статью под названием «Лена и кадыровцы». Я опубликовал эту статью у себя на канале в Телеграме и я рекомендую всем, кто если ее кто-то не почитал, то почитайте ее. Во-первых, это очень хорошая статья, она очень хорошо написана, во-вторых, сама история, она очень показательна и вы должны это знать. В этой статье рассказывается о том, как молодой парень 27-летнего возраста, его зовут Ислам Нуханов. Он сам вообще родился и вырос, по-моему, где-то на севере в России, жил и живет там. И является инвалидом у него, он незрячий практически, у него плохое зрение, у него проблемы со слухом. И он приехал домой, чтобы пройти какое-то лечение, взять там квоту от республики и так далее. И буквально месяц, по-моему, он только жил в республике. И, в общем, он оказывается является моим зрителем, смотрел мои стримы, мои видео, возможно, был подписан на канал и в Телеграм и так далее. Я не знаю, я сам с этим парнем не знаком, он не имел с ним никогда никакой связи. И то, что я сейчас говорю, это информация, которая имеется вот в этой статье «Новые газеты». Этот парень, Ислам, он женат на русской девушке, ее зовут Елена Мельник или Мельник. И у них есть совместный ребенок, сын. В общем, он приехал домой и, как оказалось, он решил сделать видео, показать, как живут кадыровцы в Грозном. И, по всей видимости, далее он планировал показать, как живут бедные люди. Ну, вот показать вот эту вот разницу, как шикуют у нас кадыровцы и как тяжело живут бедные люди, недоедают. И сейчас я вам продемонстрирую то видео, которое он снял. Он выложил его в YouTube. Мне это видео не скидывал, ни он, ни кто-либо другой. Я впервые это видео увидел, когда вот эта статья появилась. Давайте коротко посмотрим это видео. В общем, это видео немножко длинное, мы не будем его полностью смотреть. В целом это видео выглядит вот так. Просто человек едет на машине и снимает то, что за окном. При этом он прячет эту камеру, чтобы ее не увидели проезжающие там или стоящие люди. И вот это место, где он сейчас едет, это такая, ну, такая рублевка, кадыровская рублевка, так скажем. Это место, где живут жены кадырова, там, родственники кадырова, окружение ближайшее кадырова. Допустим, тот же вот этот лорд, и они все живут вот в этом районе. У нас в Грозном его так шуточно называют Кишиневым, потому что все улицы в этом районе, они носят имя Кишиева. Ну, Кишиева, его дочери, дочерей, там, его матери и так далее. В общем, все улицы Кишиева. И, в общем, он проехался вот так вот по этой улице, просто поснимал эти дома, больше ничего он не сделал. Это видео было выложено в YouTube. На нем было там всего просмотров, 200 с чем-то, по-моему, очень мало просмотров. Но кто надо, видимо, его увидел. И очень быстро они пробили, по всей видимости, по номеру машины. И 1 ноября высадился десант из четырех машин кадыровцев у их дома, у дома Нухановых. Они ворвались, забрали все телефоны, гаджеты, похитили этого Ислама Нуханова и отвезли его в УМВД по городу Грозный. Разумеется, какое-то время они его просто так держали там, не предъявляя никаких обвинений, ничего. К нему не допускали ни родственников, ни адвоката, никого. Потом через какое-то время к нему допустили отца. И отец увидел своего сына, избитого, то ли с переломанной рукой, то ли с поврежденной рукой. Вся одежда в крови. Он, естественно, был в шоке. Ему, значит, предъявили, что твой сын, оказывается, там смотрит Тумсо. Он ему там пытался что-то скинуть, какое-то видео. Хотя я подчеркиваю, это видео мне не скидывал ни он, ни кто бы то не было другой. Я этого видео не видел. И самое интересное, что даже если бы я это видео увидел, абсолютно для меня это видео не имело никакой ценности. Что бы я этим самым показал? Что на этом видео видно? Просто, что за окном что-то там строится. То есть в этом видео нет никакой ценности для меня, чтобы я его использовал там или где-то показывал. Этому парню предъявили официальное обвинение. По статьям, якобы он... При нем было оружие, какие-то патроны, граната, по-моему. И то сопротивление, что ли, еще что-то ему там пришили. В общем, в этой статье это подробно все описывается. Как это все нагло сфабриковано. Якобы они его вызвали, он приехал, типа, сам. То есть они его, типа, не похищали по документам, понимаете. Он приехал, вошел туда, оказывается, вместе с этими патронами. У него они были обнаружены, они его не задержали при этом, они его отпустили, якобы. Потом они его обратно вызвали. В общем, полная чушь. Но самое главное, для чего это делается, чтобы мы все должны это понимать. Они ведь так нагло это фабрикуют не из-за того, что они не смогли бы сделать это грамотнее. Они это делают, показывая нам всем, что им плевать. Это такая показательная порка вот этого парня, Ислама Нуханова. Все люди прекрасно понимают, что его наказывают только лишь за то, что он как-то попытался разоблачить эту власть. За то, что он смотрел меня, был подписан на меня. То есть тем самым людям говорят, вы будете смотреть Тумсо, или будете как-то помогать Тумсо, или вы будете сами пытаться делать то, что делает Тумсо, мы с вами сделаем то же самое, что мы сделали с Исламом Нухановым. И никто вам не поможет. Вот что хотят до нас донести. И по сути это отчетливо до нас доносит. Я хочу выразить огромный респект его супруге Елене Мельник. Итак, почитайте эту статью, она просто очень отважная девушка, и если бы не она, я думаю, что мы сегодня и не узнали бы даже о произошедшем. Именно благодаря ее отважности, благодаря тому, что она, не боясь, идет до конца, пытается как-то защитить права своего мужа. Она встречается там с различными прокурорами республики, штурмует, по сути, этот отдел. В общем, она очень такая смелая, боевая девушка. Благодаря этому сегодня эта история получила широкий резонанс. И мы будем надеяться, что тем самым это как-то поможет Исламу Нуханову. Я еще раз выражаю со своей стороны готовность оказать любую посильную мне помощь, если в этом будет какая-то польза для Ислама Нуханова и его семей. А сейчас я хочу обратиться к кадыровцам. И сказать вам, вот то видео, которое снял Ислам Нуханов, вы прекрасно знаете, что оно не имеет никакой ценности для меня. И вы могли бы просто не обратить на это никакого внимания, я бы тоже на это не обратил никакого внимания. Я хочу показать вам, какие видеоролики имеют для меня ценность, и каким образом у вас же под носом я эти видео получаю. Чтобы вы немножко задумались и поняли, что даже в вашем ближайшем окружении есть люди, которые вас просто ненавидят, терпеть вас не могут и делают все возможное, чтобы мне помочь. Вот какие видео интересуют меня. И они у меня есть, кадыровцы. Вот это вот все, что вы видите, это имение Делимхановых. Это съемка с дрона, который сейчас летит над Джалкой. Видите вот эти вот дома? Посмотрите, занятые огромные гектары, кварталами. То есть люди здесь, здесь было как минимум домов 100 вот в этом квартале. Они все снесены, и на территории этих всех домов построены вот эти вот Делимхановские имения. Все, что вы сейчас видите, вот эти вот огромные дома, вон она с левой стороны, видите, большой дом. Вон далее там идет гектар, вон с зелеными крышами с левой стороны вдалеке. Вот сейчас с правой стороны это Делимхановский дом. Это все, это Адам Делимханов, это его братья Шарип, Шарип Делимбек, или Алибек, как его зовут. Это мать Делимханова. Это какие-нибудь двоюродные, троюродные братья, дяди, тети. И вот посмотрите, по сравнению там другие дома, вы видите, обычные, какого размера бывают эти дома, и какие имения у Делимхановых в Джалке. А теперь задумайтесь, Делимхановы, Кадыровы, вот все вы преступники, задумайтесь о том, как, сидя здесь в Европе, я поднял дрон над вашими имениями в Джалке. Ведь вы прекрасно понимаете, что у вас там стоит оборудование, глушащие радиоволны, чтобы я не мог гонять над вашими имениями дрон. Но, тем не менее, я умудрился прогнать его над вашими домами. Вот теперь подумайте, каким образом я смог это сделать. И если я это смог сделать, значит, в вашем окружении есть люди, которые вас терпеть не могут. И они создают условия для того, чтобы я мог поднимать дрон над вашими домами. Поэтому то, что вы сейчас сделали с этим парнем, это не имеет никакого смысла. Вы наказали бедного инвалида, обычного паренька, которого в лучшем случае вы могли, ну, в самом максимум, что вы должны были сделать, это вы могли просто ему, помахать ему пальцем, сказать, больше так не делай, мы тебя накажем. Как вы обычно делаете, вызвать там отца, сказать, следи за своим сыном, чтобы он больше такого не делал. Но нет, вы его решили наказать, посадить его на долгий срок в тюрьму. Но как бы вы не пытались таким образом запугать людей, да, вы какую-то часть простых граждан запугаете, но в вашем же окружении есть те люди, которые вас ненавидят и готовы делать все возможное, чтобы вам навредить. Это так просто, чтобы вы знали. И можете уже начинать пробивать того, кто у вас там отвечает за вот это вот глушащее радиоволны оборудования. Выясняйте теперь, почему оно оказалось в этот момент нерабочим, каким образом, как у меня получилось прогнать над вашими домами этот дрон. Начинайте расследование и еще выясните примерно, когда это было сделано. Да, кстати, забыл вам показать фотографию Ислама Нуханова. Вот так он выглядит, этот парень. К сожалению, нет фотографий лучшего качества. Это тоже взято из этой статьи «Новой газеты». Субтитры создавал DimaTorzok